Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы сейчас продолжим разговор о втором послании Коринфянам и обратимся к его 12 главе. 12 глава непосредственно продолжает рассуждение или размышление апостола, которое началось в 11 главе, в заключительной части 11 главы. И, конечно, здесь граница между главами совершенно случайная и ничем в каком-то смысле необъяснимая, но приходится считаться с тем разбиением на главы, которое у нас есть на сегодняшний день. Итак, апостол продолжает в самом начале 12 главы свои мысли о похвале или похвальбе, о том, чем можно хвалиться христианину вообще, и Павлу в частности. И можно ли действительно хвалиться, насколько это приемлемый, так сказать, путь рассуждения, приемлемая позиция? Повторю, что апостол на самом деле здорово сомневается, что вообще это правильный путь. И сам бы он ни в коем случае не стал рассуждать, говорить в этом направлении. Во-первых, потому что для Павла это значит говорить о себе, а ему это неинтересно, он не хочет. Да мало ли каких там он достиг, не знаю, мистических озарений, здесь об этом речи пойдет. Христос важен, Христос интересен, а не Павел. Павел не себя проповедует. Понимаете, для него, скажем, ну, какие-то люди, которые учинили некоторое безобразие в этой коринфской общине, смутили, соблазнили коринфян, они очень рассказывали в жанре «моя жизнь, их жизнь во Христе». А Павел говорит, что так не должно быть. Кому интересна твоя жизнь во Христе? Интересен Христос. Я понимаю, насколько, в общем, крамольно звучат эти слова сегодня, но, тем не менее, это серьезная проблема, над которой надо задумываться, потому что впоследствии, после Павловых времен, огромное множество христиан билетристически расписывали свой духовный опыт, иногда очень глубокий, прекрасный, нужный, важный и так далее. Но, в общем, рассказывали о себе, а не свидетельствовали о Христе. Вот что чрезвычайно важно. Апостол на самом деле, вот апостол Павел с глубоким внутренним протестом относится к такого рода рассуждениям. И в 12 главе он говорит, ну, что хвалиться-то? Не полезно мне хвалиться. О чем тогда рассказывать? О ведениях и откровениях? Не хочу, не хочу говорить. Вот, да, знаю такого человека. Вот все практически единогласно, исследователи Павловых писаний и послания Карина Фином в частности, убеждены, что, говоря, знают человека, во Христе, который 14 лет назад был восхищен до третьего неба, что он говорит о себе. Это его опыт мистический, духовный, как угодно называйте. Это его, Павлов опыт. Но он отказывается говорить о себе. То есть фактически говорит, ну, да, так бывает. Да, так бывает. Ну, знаю таких людей, которые восхищены до третьего неба, восхищены в рай, в теле или вне тела. И слышал человек этот неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Ну и что? Павел говорит, ну и что? Кому от этого? Какая разница? От этого никому ни тепло, ни холодно. От того, что вот этот человек был восхищен и чего-то там сумел пересказать или не сумел пересказать. Не от этого меняется жизнь, понимаете? Апостол все время мыслью обращается ко Христу. Все время имеет в виду, что это Христос нас спасает, что это встреча с Иисусом, а не с чужим, каким угодно, духовно глубоким и прекрасным опытом. Это, ну, в общем, в большой степени, конечно, затрудняет чтение этого текста сегодня, потому что мы очень часто поступаем наперекор тому, как здесь думает и как высказывается апостол Павел. Да. И дальше, продолжая разговор об этих откровениях, он говорит, ну да, так бывает, таким человеком могу похвалиться. То есть он говорит о том, что да, действительно, среди христиан бывает и такой опыт тоже чрезвычайный, и им открывается каким-то непостижимым образом рай и великие слова истины, которые звучат там. Да, этим можно хвалиться. Но вот тем, что это так бывает, понимает, что такие дары есть у христиан. А собой нет, говорит апостол, собой не буду хвалиться, разве только моими немощами. И еще одна чрезвычайно тоже важная мысль. Павел говорит, ну, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Апостол фактически благодарит Бога за эту немощь, жало в плоть ангела сатаны. Какое-то, ну, принято думать, что это была физическая немощь, тяжелая болезнь, то ли резко ухудшающееся зрение, то ли проблемы с позвоночником, ну, с костями, с суставами, которые возникали у людей, подвергавшихся пытке, а Павел несколько раз подвергался пытке и бичеванию. Это не проходит бесследно, это не просто там ремнем высечь, да. Вот, в общем, исследователи обычно думают, что речь идет о какой-то такой физической немощи, болезни, о которой Павел говорит практически с благодарностью. Оно дано мне, чтобы я не превозносился. Хотя самому Павлу с этим трудно жить, поэтому он говорит, жало в плоть ангела сатаны, говорит, я просил Бога, чтобы он удалил от меня эту мою немощь, но он сам понимает, что это дано, чтобы я не превозносился. То есть для него это чрезвычайно важная вещь – не превозноситься. И более того, апостол, по-видимому, считает, что это превозношение в каком-то смысле плотское, природное склонность человека к нарциссизму. Вот, чтобы я не превозносился, подойдет и это. Если бы я мог по-другому, каким-то менее болезненным способом избавиться от превозношения, ну, может, и хорошо. Но если вот таким путем, значит, таким, лишь бы не превозноситься. Вот что удивительно для Павла важно. И дальше, в конце этого отрывка, который, собственно, завершает весь этот этап разговора апостола Павлова по хвальбе, о хвале, о том, что действительно, так сказать, оправдывает его существование, чем он мог бы хвалиться. Вот он говорит, я просил Бога, просил Господа, чтобы он удалил его от меня. А Господь сказал мне, довольная для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. Чрезвычайно примечательное место в послании, вообще в Новом Завете, по самым разным причинам. Обратите внимание, что, во-первых, бывает так, как здесь описано, Павел страдает от какой-то болезни, мы не знаем пока от какой, да и, наверное, не узнаем никогда, просит Бога его исцелить, а Бог говорит, нет. В таких случаях были ли мы бы готовы принять отказ. Понимаете, люди часто считают, что у Бога нет права сказать нет. Нет права на свое мнение. Большинство из нас на месте Павла очень бы возмутились и обиделись на Бога, если бы Бог имел дерзость отказать. А вот с Павлом не так. Он трижды просил Бога, обратите внимание, тоже, ну, три раза попросил, да, да, нет, нет. И Господь сказал нет. Ну, значит, нет. Жизнь продолжается. Это очень непростое, на самом деле, место, на котором очень многие из людей почти с неизбежностью впадают в ропот. Павел не впадает в ропот. А дальше вот он свидетельствует, что Господь ему говорит, достаточно для тебя благодати моей. Мы говорили о том, что благодать для апостола здесь – это бескорыстный и щедрый дар. Бескорыстный и щедрый дар со стороны Бога. Потому что сила моя совершается в немощи. И вот это, по-видимому, не первый раз Павел об этом думает. Поэтому у него возникает целый комплекс идей, которые он в большей или меньшей степени пытается сформулировать. И здесь сформулирует, может быть, ярче всего. Сила Бога совершается в человеческой немощи. Там, где нет человеческой силы. И Павел уже пытался об этом говорить. О том, что он делает не свое дело, а дело Бога. Что его служение совершается не силой Павла, а силой Бога. Вот и здесь тоже это немощь, которую Павел считает драгоценной. Это возможность того, чтобы Бог действовал в нем. Но когда он в другом месте говорит, пытается, по крайней мере, говорить о том, что уже не я живу, а живет во мне Христос, тоже очень трудно ведь для понимания места. Сами увидите. Вот Павел думает, мне кажется, примерно в этом тоже направлении. В человеческая немощь и сила Бога, которая в ней реализуется. Для себя и от себя Павел в первую очередь говорит, да, хорошо, буду тогда, я буду немощен. Я лучше буду немощен. Я благодушенствую в немощах. Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чем чтобы обитала во мне сила Христова. Итак, лжеучителя, с которыми, так сказать, заочная полемика ведется через Коринфян, упрекают Павла, что он слишком прост, и ничего особенного, и вообще никакой в нем прям вот этой духовной внутренней силы нет. Ведь нету? Ладно, хорошо. Я лучше буду этим хвалиться, чтобы сила Христа действовала, а не тем, какая у меня духовная сила. Это совершенно потрясающе и фундаментальная такая особенность личности Павла и один из центральных моментов во всем втором послании к Коринфянам. Он говорит о том, что да, я готов на все упреки, все готов принять, потому что я не себе служу и не себя проповедую, чтобы обитала во мне сила Христова. Вот что здесь фундаментально для апостола. Вторая часть 12 главы – это такой раздел, фрагмент, который снова касается истинного апостольства. Снова Павел еще раз, уже в который, четвертый раз, подчеркивает, что он там никаких денег не брал, я старался не быть вам в тягость, и те, кто трудились вместе с Павлом, кого он посылал к Коринфянам, все они тоже ничего не брали. Вот это все так. Но, собственно, Павел в данном месте этого разговора настаивает на том, что, ну, вы сами меня принудили вообще говорить на эту тему, о том, чем хвастаться, чем хвалиться, чем величаться, и что вообще такое апостольское служение. И апостол говорит, что вам кажется, что признаки апостола – это всякое терпение, знамение, чудеса, сила. А сам Павел говорит, а я только старался не быть вам в тягость, и пришел в нем еще, чтобы обитала в нем сила Христова. Вот, собственно, что для Павла апостольства возможность дать место действовать Христу, чтобы сила Христова жила в нем, чтобы к Христу приходили, были привлечены все эти люди. Как в начале 11 главы он говорит о том, что я обручил вас Христу. И еще совершенно потрясающая, на самом деле, формулировка, вскользь брошенная апостолом в 14 стихе. Я ищу не вашего, а вас. Не вашего, а вас. Апостол говорит о том, что для него важно не то, что можно получить от коринфян, да хоть бы и ничего. Не то, что можно из них, так сказать, организовать, а ему нужны их сердца. Он хочет, чтобы они привлеклись ко Христу и таким образом были в одной общине с Павлом, чтобы вместе с Павлом они были привлечены к Господу Иисусу Христу. Вот это выражение я ищу не вашего, а вас. Тоже чрезвычайно, конечно же, поучительное, я думаю, для каждого христианина. Кроме этого, еще в самом конце 12 главы, это тоже фрагмент, переходящий плавно в заключительную, в последнюю 13 главу, апостол Павел как бы подводит черту под всем тем сарказмом и иронией и до некоторой степени упреками, которые имели место в предыдущих главах. Он говорит, не думайте, что мы оправдываемся перед вами. Мы говорим перед Богом во Христе. И, собственно, в этом и заключается для апостола Павла свидетельство. Он говорит, я опасаюсь, что когда приду к вам, найду вас такими, какими не желаю увидеть, и вы увидите меня таким, каким не желаете. То есть он предупреждает их о том, что ну вот я все-таки к вам приду, и я очень не хотел бы, чтобы вот этот весь конфликт, непонимание, нарушение верности в каком-то смысле, вот чтобы все это обличилось не в письме, а в личной встрече апостола с Коринфянами. И поэтому он призывает их к покаянию. Не такой-то на самом деле простой вопрос, потому что дело не только в том, что он призывает их раскаяться в содеянном. Коринфянами, по большому счету, по-видимому, не особо чего содеяли. Скорее они молча и с нисхождением и с пониманием принимали то, что пытались возвести напрасленно на Павла другие люди. Но тем не менее апостол говорит, что давайте найдем сейчас мир, внутреннюю готовность к миру, к покаянию, к тому, чтобы простить друг друга и жить дальше, и жить дальше. И он удивительным образом формулирует, чтобы, когда я приду, не уничижил меня у вас Бог мой, чтобы не оплакивать мне многих. То есть Павел считает, что если окажется, что многих придется оплакивать, как совершивших что-то в сердце, такое неправду какую-то, это будет уничижением от Бога. А именно этого-то Павел и не хочет он, поэтому и называет Коринфян своим плодом, своей похвальбой. этим формально завершается 12 глава, а заключительные строки послания уже относятся к главе следующей.